Девушки отдыхают Я думаю, бетонное ограждение послужит опорой А, тут еще вообще какой-то водоемчик Труба Я просто думаю, с какой стороны С какой стороны крепить Настало время немного попугать ледишек Озорное у меня настроение Поэтому грядущий стрит-арт проект подстать Пока застолбим местечко, переходим к сути В этот раз нам нужен инопланетянин С головой тут все понятно Возьмем каноничную из интернетов А вот телоид нужен уникальный Первые шаги к этому я сделал На очередном пятничном стриме Подходит время, понимаешь? Неделя плотная Я нихуя не успеваю И вот эти два выходных Проебать ни в коем случае нельзя Надо заняться стрит-артом И подготовиться к нему По крайней мере Мне нужно, чтобы ты мне запозировал Завтра Во сколько? Это буквально один снимок сделать и все Когда у тебя там будет перерыв на обед, мы зайдем Не будет А где, где надо? Да дома у тебя просто сфоткать А, да дома? Ну я... Дома ты пофиг Да ладно И потом до меня доходит, что мы реально там У Дани отличное эктоморфное телосложение Долго он интересный Замечательно подходит для нашего пришельца Что ж, позаимствуем Стоять Смотри Типа пальцы старайся сделать Немножко колени согни Вот Может даже как-то вот так Вот О, прикольно Тяни живот Огонь Бля, прям так можно Все круто, но подрихтовать пропорции все-таки стоит Цепляем тыкву сектоида И производим парочку манипуляций с фигурой Я вытянул конечности и приплющил торс Вот такой космический бродяга у нас получился на эскизе Тридцать Ширина Пора задуматься о конструктивных моментах Как его крепить Нам нужно вот с этой стороны Примонтировать какой-то брус Чтобы потом уже к нему На шпиле Засобачить саму фанеру Чтобы он вот так стоял Но проблема в том, что она стоит Немножко под углом И чтобы он смотрел туда куда надо В общем я с тобой должен Ну хочу решить Как лучше сделать Вот это бетон нахуй Да, вот это бетон Если мы его ровно прикрепим То он будет смотреть туда Получается надо будет на брусках сделать угол Чтобы примонтировать его И чтобы он ровно смотрел вот туда Ну не простая задачка Но в принципе выполнима В общем там все в зигзагах И ты получается проезжаешь поворот Там небольшое расстояние до этой плиты И как раз это бросается в глаза очень быстро А потом ты резко вот так вот уезжаешь И не понимаешь что там вообще было Вот Надо будет еще бур взять А за бур зачем? Я понимаю, что этот проект долго не проживет Но из-за этого халтурить не собираюсь Изготовлю его на совесть Не пропуская ни одной стадии обработки Для начала нужно хорошенько прокрунтовать фанеру Я это сделал прямо на стриме Так, ну это просто необходимо сделать Потому что если я не загрунтую фанеру У меня вся краска в деревяшку уйдет Будет тупо А что за ростик? Это какой-то твой куркулент в голове? Вот у ростика купили А у меня это у меня лка Кстати, кто не бывал у нас Попробуйте загляните Может понравится Мы подрубаем каждую пятницу Я с этой стороны буду клеить Потому что здесь он вот эффект неожиданности больше вызовет Потому что здесь с нами какая дорога И фара, короче, фара освещает Он только заворачивает Тут весь спектр угла То есть как заработает эта краска, непонятно Но я думаю, тот угол, на котором она заработает Он произойдет рано или поздно Ну да Самая главная фишка, из-за которой я вообще взялся мутить этот стрит-арт Это специальный светоотражающий лак Таким покрывают разделительные полосы и дорожные знаки По плану он должен мощнейше отблескивать И че он? Куда ты? Я не знаю, Рам Это вообще краска, что ли? Это лак Светоотражающий Я решил выбрать классический вариант переноса изображения Трафарет Распечатал всю фигуру на листах А4 Я выбрал трафарет именно по той причине Что он позволяет максимально корректно передать те пропорции Которые мы так щепетильно выстраивали в кадре Проектор, конечно, дело хорошее Но вот проебаться в переводе С ним шанс значительно вырастает Общая высота инопланетянина будет 190 сантиметров Здоровый Это вам не маленькие зеленые человечки А почти двухметровая неопознанная дура Думаю, равнодушных не останется В роли подложки использую обои Не нравится мне, конечно, этот материал Но из-за неимения ничего более подходящего Изую их Такой здоровяк на моем столе не помещается Каждый раз мои задумки становятся все более масштабными И я с каждым разом все острее чувствую нехватку рабочего пространства С одной стороны это хорошо С другой не очень Хорошо, потому что видно, что идет прогресс Масштабы растут Это все, конечно, замечательно Но новое помещение, блять, где взять? Ну вот и приходится кочевать по разным углам Со своими картонками Сдуло все Значит, погоди Это у нас верх Вот это верх, да Потому что я там загрунтовал прям Под лицо А это низ будет под ноги? Это будет голова Вот Пальцы, правда, у него человеческие Ну и ладно Он может быть превращается в человека Но голова еще не до конца домутировала Поэтому он такой Так Разрешите вас за ножкой потрогать? Давай в упор его Сейчас просто его, наверное, так разместим Поудобнее Вот тут, да? Шов, чтобы у него был такой, ну, поувереннее На плечи На плечи Ну, совсем на шею Ну, совсем на шею не хватит Бля Большой Нахуенный Да Фанера шестерка Не самый уверенный материал Но по прочности Значительно превышает Мой любимый ДВП Здесь аргалит вообще не проканает Только фанера Не то чувствую И придется ее укреплять Тихо-тихо Не ури Просто притащил два Типа один Норм Другой жирный Очень Где затестить-то можно? Ну, тут норм Ну, да Да пизды нам же просто отвезти надо Ну, да Ну, ты знаешь, как спиртовые маркеры проявляют себя вместе с аэрозолью Они начинают проникать на верхний слой, на передний Ну, ладно, давай вот этими Блин, а давай аэрозолью ее... А тогда я зафоршмачу тебе весь трафарет, мне ее еще врезать На Еще нарисуем его? Не думаю, нет Я на эскезе сначала пизюн нарисовал, но потом посмотрел, какой там, блядь, этот... Террорист получается А ну иди сюда Блин, я, знаешь, переживаю, что какой-нибудь чувак, блядь, обоссытся и полезет Ну, у него... Драться с ним Ну, не драться Драться на машине То есть, такой, посчитает нужным его сбить А там же бетонное основание Бля, ебется А там я еще, блядь, посмотрел, там есть деревянный столб с указателем, что типа не поджигайте костры Может, на него... Ну, тогда мы важную информацию заправим Вот так Так, теперь его аккуратненько снимаем Ну, прикольно Перевели Так, посидите, месье Пока здесь Отдохните Плавно переходим к выпиливанию Это самое, мы уже... здесь наши полномочия, все Я любезно предоставил эту задачу Раме, потому что он крутой и сильный, и у него все получится Ну, если честно, я терпеть не могу выпиливать что-то лобзиком Хоть и достаточно часто приходится это делать Кстати, у Рамочи канал свой появился Называется Рама Викинг У него там целое видео лежит Так что обязательно заходите, посмотрите Ссылка в описании Он планирует там что-то еще выложить Так что подписывайтесь Ну, вот, да Одна в центре А эту, ну, другую напилить там Ну, так, да, по диагонали Укрепленный каркас по-любому нужен Во-первых, для соединения двух частей Во-вторых, чтобы инопланетянина не трусила от ветра Эффект паруса, вот эти все дела, понимаете? Ну, вроде подходит Все, пизда нахуй Вот почему мои черные любимые каленые саморезы, блять Сломался опять что-то? Сука, пидерся нахуй Пускай будет, блять Ёб твою мать Блять, ну это пизда Блять, ну это блять Нет, еще тоже центральный Да, блять, сейчас как Шпаклевку возьмем Да я думаю, не надо Так уже все, капитально Слушай, ну он больше, не, он такой же как ты По росту Метр девяносто я его сделал Ты тоже? Ну он на цыпочках там ставит Я там попилил Там всякие Нет, это не перебор Шпаклевка нужна А то ровная горизонтальная щель и шляпки от саморезов Выглядят не очень правдоподобно Такие мелочи, возможно, могут заруинить все впечатление Я не говорю, что стопудово Возможно В душе не ебут Чувствую себя первопроходцем Так, щель у нас где? Уже не видно, это хорошо Ладно, так сойдет Педикюрный салон Педикюрный салон Начнем с копыт Только нежно, пожалуйста Видимо, полотно на лобзике было уже убитое Поэтому и повышибало щепку Сгладить все это дело 2 минуты Мне его еще крутить-вертеть хер знает сколько А к занозам у меня не самое положительное отношение Шпаклевка подсохла И теперь можно слезать все в ноль Вместе со шляпками Продолжаем выстраивать скелет нашего сектоида В этот раз акцент на ноги За торс мы не переживаем А вот тонкие худые ножки могут и не выдержать Это касается только погодных условий Ну а если человек захочет его сломать Он один хер его сломает Это конечно будет понятно Выходные Ко мне приехали ребята Помимо тусы Надо сегодня залить инопланетянина Толстым и густым слоем черной эмали Финальная подготовка И гон и мороз Крази Твою мать Что происходит Хватит Короче у нас осталась еще черная эмаль Она нам пригодится сейчас Я помню куда я ее припрятал Куда-то сюда Да вот она Вот она Эмаль с покраса гаража Если не видели То вот Подсказочка вылезла Все Народ Я вот думаю А кого еще можно сделать Вот таким вот образом Из фанеры Если у тебя есть идея Подскажи в комментариях И автор самого интересного предложения Получит от меня стикер-пак Никакого рандома Выбирать буду лично Идем Ровный слой мне не нужен Я делаю как можно больше подтеков и рельефов Под нашим лаком все эти неровности заблестят под разным углом Это в теории Приблизительно можно представить как это будет работать Если вы досмотрели до этого момента То получается вас заинтересовало Прошу вас дать оценку этому ролику Лайк или дизлайк Даже если вы обычно этим не занимаетесь Сделайте для меня исключение Вы даже не представляете как это простое действие помогает развитию канала Что-то в этот ролик не попало Это вы найдете в инстаграме А в группы ВК можно выложить свои работы Короче пошарьте в описании Там много разных полезных ссылок Продолжение этой истории ждет вас уже во второй части Подписывайтесь и ставьте колокольчик Чтобы уже точно ничего не пропустить Давайте ребят До новых встреч Черный Чернее ночи Продолжение следует...